Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал подробности по делу финансовой пирамиды Мадараба Кэпитал, которую рекламировали блогеры. Следователи наложили арест на имущество, расположенное в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области. В рамках уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц. Три призывавших вкладывать свои деньги в указанную пирамиду блогера признаны подозреваемыми. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Первую очередь хотел бы сказать о вайнерах, так называемых блогерах и т.д. Это обычные простые люди, которые наравне с другими нашими гражданами в соответствии с действующей Конституцией также имеют права и обязанности. Нет никакого различия для органов уголовного преследования, наличие статуса или места работы не имеет значения. Хотел бы сказать, что данные так называемые вайнеры у нас привлекаются к уголовной ответственности, отметил Адилов. В настоящее время собрано достаточно доказательств и все материалы дела подготовлены к завершению. В целях возмещения материального ущерба потерпевшим суд наложил арест на имущество, расположенное в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области. Это 4 земельных участка, 10 квартир, 5 домов, 2 автомобиля, 1 магазин. Также арест наложен на денежные средства. Проводится оценка арестованного имущества. Всего в 2021 году, по данным МВД, жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи граждан, ущерб более 54 миллиардов тенге. Напомним, 11 апреля вкладчица подожгла себя перед столичным МВД. Девушка неоднократно просила наказать известных вайнеров Мейржана Туребаева и Мюэрхана Шарнеязова, по чьей вине ее семья доверилась организаторам незаконного бизнеса. Она даже выходила на одиночный пикет у здания генпрокуратуры и требовала посадить в тюрьму блогера Мейржана Туребаева. В своей смерти обманутая женщина просила винить замначальника ДП Алматы Рустама Абдрахманова, который якобы пытается как можно быстрее завершить расследование дела. В 2021 году на блогера Мейржана Туребаева и еще двух его коллег, Азимжана Саидбаева и Мюэрхана Шарнеязова, начали поступать жалобы от людей, что их деньги были отняты путем обмана. Позже следственный суд Алматы признал участие подозреваемых в создании и рекламе финансовой пирамиды Мадараба Кэпитал. Сам блогер отрицает всяческие обвинения и утверждает, что против него идет информационный буллинг. 26 октября 2021 года в Алматы задержали руководителя компании Мадараба Кэпитал Руслана Бурканова. Организация была признана финансовой пирамидой, а к ее раскрутке привлекались популярные в интернете вайнеры и блогеры. В том числе Мейржан Турибаев, Мюэрхан Шарнеязов и Азим Саидбаев.